Вы видите образование на коже заушной области с нечеткими неровными краями, негомогенной окраски и есть признаки изъявления образования. Причин возникновения меланомы, впрочем, как и других онкологических заболеваний, целый ряд здесь и генетическая предрасположенность, и неправильные образы жизни. Однако рак кожи чаще всего может зародиться летом на пляже после длительного пребывания под палящими лучами солнца. Есть и другие причины. Травма родинки, любая травма, физическая травма, содрал кем-то, поцарапался, химическая травма, ожоги химические и так далее. Самый главный фактор – это солнечная инсоляция, то есть разовый сильный солнечный ожог. И, конечно, это все зависит от типов кожи. Люди, в общем-то, приходят или травмируют женщины бюстгальтером на поясе, брюками, часто воротничком рубашки, подмышками травмируются родинки. Был случай, когда молодая девушка потравмировала родинку на шее, даже молнией куртки. В таком случае, конечно, откладывать удаление нельзя, поскольку любая травматизация – это воспаление образования и его инфицирование. Важное правило, которое рекомендуют онкологи и дерматологи – самостоятельно и регулярно осматривать свою кожу. Если же пигментные пятные родинки вдруг начали менять размер, форму, цвет, то нужно обратиться к врачу. Если обычная родинка, она в течение жизни появляется и проявляется на теле, это нормально и растет медленно-медленно, то когда начинается эта трансформация в меланому, начинается такой непредсказуемый быстрый рост родинки. Появление зуда. Родинки у нас у всех есть, они не чешутся, появление ощущения присутствия. То есть они приходят, больные, говорят, и их как-то чувствуют. Появление кровоточивости, появление изъязвления, изменение цвета, появление разнородной окраски, то есть где-то депигментация, где-то гиперпигментация. Вот это основные симптомы, на которые надо обращать внимание. Рак кожи лидирует в структуре онкологических заболеваний. Как у мужчин, так и у женщин. За 2017 с диагнозом выявлено свыше 1000 больных. Из них у 117 обнаружена меланома. В этом году уже прооперировано 29 человек. Возможности для диагностики у нас есть. Одним из вариантов диагностики и дифференциальной диагностики является такой современный метод, как дерматоскопия. Это неинвазивный метод диагностики, который позволяет не только увидеть опухоль визуально, но и провести ее детальный глубокий анализ. Рассмотреть ее структуру, расположение пигмента и сделать прогноз по данному новообразованию. К группе повышенного риска относятся люди с белой кожей, рыжими волосами, с голубыми, серыми или зелеными глазами, постоянно обгорающие на солнце, перенесшие солнечные ожоги среди близких, родственников которых есть больные меланомой.